Рак шейки матки Около 70% на момент установления диагноза имеют первую и вторую стадию заболевания, поэтому это простой контингент, для которого хирургическое лечение актуально. И, собственно, летальность на первом году с момента установления диагноза не так высока, как при раке яичников, но, тем не менее, фактически каждая седьмая пациент только умирает от заболевания на первом году с момента установления диагноза. Хирургия местно распространенного рака шейки матки, как и любая хирургия рака шейки матки, состоит из двух этапов. Это вмешательство на регионарных лимфатических узлах и вмешательство на первичные опухоли, то есть на матки, шейки и параметральных клетчатках. Еще раз хочется подчеркнуть, что тазовая клетчатка, содержащая лимфатические узлы, которая располагается вдоль сосудов, не является параметральной. Иногда все-таки продолжают это путать эти понятия, тазовая клетчатка и параметральная. Лимфодисекция при раке шейки матки, если она выполняется, она всегда выполняется стандартно, за исключением, может быть, определением сторожевых лимфатических узлов. При ранних раках шейки матки во всех остальных случаях тотально удаляются клетчатка, содержащая общие наружные внутренние подвздошные забирательные и крестовые лимфатические узлы. Понятия «селективный лимфоденоктомит» при раке шейки матки не существует. Поясничная лимфодисекция обычно выполняется только при наличии метастазов в тазовых лимфатических узлах. Вы прекрасно знаете, что существуют две классификации хирургических вмешательств. Это классификация Питера Радлиджа, от которой уже отходят в последнее время, и классификация Кирлея Морова, которая была предложена в 2008 году, и в 2017 году претерпела некоторые изменения. Я не буду подробно останавливаться на этих классификациях, поскольку они широко известны и представлены в литературе. Единственное, что хочется сказать, что операция третьего типа по классификации Питера Радлиджа и операция С1, то есть нервосберегающая расширенная экстерпация матки, это неидентичная операция. К сожалению, многие доктора футуют и проводят знак равенства между операцией нервосберегающей расширенной экстерпацией матки и операцией третьего типа. Это неидентичная операция, потому как при операциях С1 фактически удаляется только верхняя треть параметра, верхняя треть латерального параметра до глубокой маточной вены, и передняя ножка пузырно-маточной связки, и крестово-маточная связка до уровня прохождения гипогастральных нервов. В то время как при операциях С2, которая как раз и соответствует операции третьего типа, выполняется полное удаление параметральных речеток. И вот вы видите на фотографии, когда выполняется нервосберегающая операция, то есть когда частично параметрий остается, есть риск неудаления метастатически пораженных лимфатических узлов. Вы видите, что на фотографии, что лимфатический узел находится ниже глубокой маточной вены, он метастатически изменённый, это было подтверждено при дальнейшем архологическом исследовании. И вот при выполнении операции типа С1, есть риск оставить вот такие метастатически изменённые лимфы в параметральных речетках. Согласно рекомендациям и европейским, и американским, следует избегать комбинации хирургического лечения и лучевой терапии. К сожалению, в России этот пускулат не очень приживается. Всё-таки очень большое количество докторов планируют комбинированное лечение, и после операции большинство пациенток проводят лучевую терапию. И, зная заранее, что есть факторы риска, которые её потребуют, не отправляют пациентам на лучевую или химию лучевое лечение по радикальной программе, а всё-таки этих пациенток оперируют. Если мы вернёмся к местно распространённому раку шейхиматки, то основной опцией и стандартным лечением является химио-лучевая терапия по радикальной программе. Также есть опция проведения неодевантной химиотерапии с последующим хирургическим вмешательством и по необходимости проведения послеоперационного лечения. Ну и сохраняется опция проведения расширенной экстерпации матки на первом этапе, но при местно распространённых формах порядка 80% пациенток в этой ситуации должны будут получать адевантное лечение, что, в общем-то, противоречит основным принципам лечения раку шейхиматки. Эта опция в настоящее время используется крайне редко. Ну, может быть, есть только приодонный карциномок шейхиматки. Есть очень большое заблуждение, что неодевантная химиотерапия улучшает резектабельность опухоли, и для этого она проводится. Это не так. Эти опухоли при первой В2 и 2А2 стадиях, они резектабельны исходно, и эту пациентку возможно прооперировать на первом этапе. Проведение адевантной терапии как раз нужно для того, чтобы снизить необходимость адевантной лучевой или химио-лучевой терапии. Или именно для того, чтобы снизить частоту осложнений от комбинации этих двух методов. И мы знаем результаты последних двух рандомизированных исследований по неодевантной химиотерапии. Там основной доклад, посвященный вопросам неодевантной химиотерапии, будет следующим. Но я коротко остановлюсь. Это исследование индийской ГУПТО, исследование Кентера и РТСИ. Общая пятилетняя выживаемость как в группе неодевантной химиотерапии с последующей операцией, так и химио-лучевой терапии были равны в обоих исследованиях, в обеих группах. В исследовании РТСИ был под анализ по стадиям. И там также было показано, что выживаемость и при первой В2, и второй А, и второй В стадии абсолютно одинакова, как при одном, так и при другом методике лечения. Однако безрецидивная пятилетняя выживаемость была лучше в обоих исследованиях в группе химио-лучевой терапии. Но в исследовании ГУПТО был проведен под анализ, и оказалось, что при первой В2 и второй А стадии все-таки результаты одинаковы, и выигрыш идет только за счет снижения риска рецидива в группе пациенток со второй В стадией заболевания. Таким образом, неодевантная химиотерапия при местно распространенном раке шейки матки первой В2 и второй А2 стадии, она, в общем-то, является абсолютно возможной методикой лечения, сравнимой с химио-лучевой терапией. Но если мы вернемся к хирургии рака шейки матки, я бы хотел в этой связи привести два исследования. Первое – это исследование Хёкеля. Вы видите, что здесь 48% пациенток были с первой В2, второй В стадии. Размеры опухоли варьировали от 1 до 10 сантиметров, и у 21% пациентов выявлялись метастазы в лимфатических узлах. 11% пациенток, у которых была опухоль больше 5 сантиметров, получали неодевантную химиотерапию, и 4% – наодевантную химиотерапию при поражении больше двух лимфатических узлов. И вы видите прекрасные результаты выживаемости. 96% – это пациентки, которые не получали лучевую терапию. Это еще одно исследование профессора Унгера из Венгрии. Около 500 пациенток в этом исследовании. Одна треть пациенток была с опухолями больше 4 сантиметров. И у 14% пациенток были выявлены метастазы в региональных лимфатических узлах. Этим пациентам выполнялась расширенная параметректомия или тип D1 по классификации Кюрлё и Морроу. И вы видите, что результаты лечения 94% на круг. При первой B2 стадии они несколько ниже 87%. Но у пациенток с метастатическим поражением лимфатических узлов пятилетняя общая выживаемость составила 91% именно благодаря выполнению расширенной параметректомии. Вот эта сводная таблица, немножко сложная. Первые три строки, два исследования Лондонии, исследования профессора Лебедева из онкологического центра имени Блохина. Эти пациентки в исследовании Лондонии от 55 до 64% после операции получали лучевую терапию. или химия лучевого лечения в исследовании Лебедева 100% пациенток получала лучевую терапию. И вы видите пятилетние общие результаты. Они составляют порядка 80-89% пятилетняя общая выживаемость. Если мы возьмём исследования профессора Хёкеля и Унгера, они составляют 96 и 94%. То есть они как минимум не хуже при таком непрямом сравнении по цифрам. И я часто получаю упреки, что не представляю собственные данные нашей клиники. Говорю только о данных литературы. Вот я предварительно посчитал наши результаты. И вот на круг при 1-й Б, 2-й Б стадии пациентки, которые не получали лучевую терапию, пятилетняя общая выживаемость у них составила 94%, так же, как и в группе 1-й Б стадии только. Общая пятилетняя безрецидивная выживаемость составила 89,88% соответственно. То есть наши данные повторяют данные профессора Унгера и профессора Хёкеля. Это говорит о том, что полное ударение параметриев даже при местно распространённом раке в объёме операции третьего типа позволяет отказаться от проведения одевантной лучевой терапии по факторам промежуточного риска. Что же касается пациентов с метастазмами в лимфатических узлах? Вне зависимости от стадии пациентов с метастазмами в лимфоузлах первая строчка — это исследование профессора Петерса, разнообразированное исследование, на основании которой пациентам в одевантной терапии проводят химио-лучевое лечение при поражении лимфатических узлов. Дальше это данные профессора Лебедева из лимфатического центра Блохина. Вы видите, что пятилетняя общая выживаемость варьирует от 80% до 66%. У профессора Хёкеля пациентки получали неодевантную и одевантную химиотерапию. У профессора Унгера выполнялась расширенная параметра к томе этим больным, и у них общая пятилетняя выживаемость составила 91%. По нашим данным, всё-таки 46% пациенток с метастазмами в лимфатических узлах получали лучевую или химио-лучевую терапию, потому как она является всё-таки стандартом лечения у этих пациенток. Однако оставшиеся 54% либо не получали никакого лечения, им была выполнена операция типа Д1, расширенная параметра к томе, либо они получали адевантную химиотерапию. И вот в этой группе на всю группу пятилетняя общая выживаемость составила 96%. Что, в общем, отчасти свидетельствует о том, что возможно отказаться от проведения одевантной лучевой терапии или химио-лучевого лечения в пользу лекарственного лечения или выполнения операции в объёме расширенных параметров к томе. Ну и в заключении я приведу данные последнего метаанализа ЛИ по сравнению одевантной химиотерапии и одевантной терапии с включением лучевой терапии, химио-лучевого лечения или лучевой терапии. Вы видите, в анализ по риску смерти было включено 2 рандомизированных и 10 претроспективных и ретроспективных исследований нерандомизированных. И вне зависимости от факторов риска, это прогрессирование, вне зависимости от проведения химио-лучевой или лучевой терапии, вне зависимости от наличия метастазов лимфатических узла, результаты лечения у пациентов, которые получали одевантную химиотерапию, были не хуже, чем результаты лечения пациентов, которые получали одевантную лучевую терапию или химио-лучевое лечение. Точно такие же данные были получены при анализе риска рецидива. Вне зависимости от факторов риска прогрессирования, лучевой терапии или химиолучевого лечения и наличия метастазов в лимфоузлах, абсолютно одинаковые данные были получены при проведении адевантной химиотерапии и адевантной терапии с включением лучевого компонента. Таким образом, при планировании лечения, согласно всем рекомендациям, следует избегать хирургического лечения и лучевой терапии, и не стоит планировать комбинацию этого в плане. Поэтому нужно выполнять такие объемы хирургических вмешательств, которые позволят исключить необходимость проведения адевантной лучевой терапии. Полное удаление параметров в объеме третьего типа по классификации пилера Ратвиджи позволяет отказаться от проведения адевантной лучевой терапии по факторам промежуточного риска, а также проводить органно-сохраняющие лечение пациентам с опухолями более 2 см. Результаты лапароскопических операций при раке шайки матки достоверно хуже по сравнению с открытыми. Я не стал останавливаться на этом вопросе, это очень много и часто обсуждается, но тем не менее это так. И по предварительным данным адевантная химиотерапия является альтернативой адевантному химио-лучевому лечению. И последнюю минуту я бы хотел зачитать предисловие к переводной книге Вернера и Зельдера, которое издавалось в 60-е годы прошлого века. Это предисловие писал профессор Персианинов. И он написал, что радикальность операции Вердима зависит от техники ее выполнения. И если хирург не владеет соответствующей техникой, он сводит оперативное вмешательство, по сути, простой экстерпацией, отсепоровкой и травматизацией мочеточников абсолютно бесполезной. При этом остается клетчаткой лимфатические узлы, окружающие матку, что нередко приводит к рецидиву заболевания. То есть еще в советское время, в 60-е годы, было понятно, что объем хирургического вмешательства влияет на прогноз заболевания и на риск рецидива. Спасибо за внимание.